Всем привет, я Ах, и я провожу трансляции на своем YouTube канале. Если вы там не были, значит вы их пропускаете, поэтому жмите на колокольчик там вот снизу, чтобы не пропускать прямые трансляции. Так вот, на этих прямых трансляциях мне очень часто задают вопросы, что-то по типу, какой мне комплит выбрать, или сколько мне денег нужно, чтобы начать кататься. На эти вопросы я хочу сейчас ответить, но я не хочу рассказывать вам, какие комплиты вы должны покупать. Могу лишь сказать вам то, что у меня есть видео, которое называется «Годные комплиты», и там я рассказал о комплитах, которые я бы советовал. Конкретно я хочу сейчас сказать вам о том, почему сейчас, вот конкретно уже почти в 2018 году, сложно купить хреновый комплит. У меня есть видео «Топ худших комплитов», на нем почти 100 тысяч просмотров, если вы его не видели, то посмотрите, вы скажете, что я там где-то неправ, и наоборот. Но я могу сказать вам так, что это видео просто не актуально уже. Прошел год, и это видео действительно потеряло какой-то смысл, ведь выбор комплита стал ну просто какой-то очень сложной задачей, потому что их стало просто немерено. Ну а теперь к нашему изначальному вопросу. Сейчас комплиты делают уже, ну по сути, нормально все. Даже те, кто делали их хреново, сейчас делают нормально. Давайте разберемся подетально. Во-первых, сейчас комплиты имеют более или менее нормальную высоту руля, что очень важно, ну если вы только начали кататься, и вы не особо низкий. Более или менее на какую-то высоту руля вы можете рассчитывать, ну конечно при определенном бюджете. Большое количество комплитов с SKS-системой. Раньше самыми популярными системами на комплиты были какие-то iHig, Hig и резьба. А сейчас комплиты на SKS их уже очень много, и это классно. Соответственно интегрированная рулевая. Комплитов с резьбой уже можно пересчитать просто на пальцах, ровно так же, как год назад можно было назвать комплиты с SKS. Колес с пластиковым диском больше нету. Теперь в большинстве комплитов делается все грамотно. Металлический диск, иногда даже там есть рельсы, что тоже весьма неплохо. Нормальные размеры досок. Теперь более или менее можно как-то разместиться на доске, даже если у вас не самые маленькие ноги. И это факторы, которые можно назвать сходу. Почему комплиты сейчас не такие уж и херовые все. Поэтому нарваться сейчас на хреновый комплит очень сложно. А переходим к следующему вопросу. Сколько денег нужно, чтобы начать кататься? Я бы хотел сказать вам так. Если у вас есть желание, но нет денег, вы всегда найдете способы начать кататься. Например, знаю человека, который собрал самокат буквально где-то за 2000 рублей. Если переводить на российские рубли, он смог собрать самокат примерно за 2000, почти не понимая в них ничего. И сейчас нормально катается. Если вы из Москвы или из какого-то большого города, где есть возможность купить детали на барахолке, то купить какой-нибудь недорогой самокат, собранный по запчастям, тоже вообще не составит никакого труда. Или купить БУ-комплит. Но если идет о выборе нового комплита, я могу сказать вам, что примерно, чтобы начать кататься, нужно где-то на 10 тысяч рублей. Можно посмотреть и на нижний сегмент, тот, что меньше 10 тысяч рублей. Но я бы не советовал. Вот от десятки можете отталкиваться. Примерно 150 долларов. На этом все, ребята. Я надеюсь, таких вопросов больше ко мне не будет. Я вам сказал все, что я думаю о выборе комплитов. Почему я не советую каждому определенное какое-то точное название комплита и так далее. В общем-то, я это все рассказал в этом видео. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Подписываться на мой канал, конечно же, и на социальные сети. Ссылки все есть в описании. Все. Пока.